Привет, я тут это, еще одного человека нашел, который собирает сборку для кассы Гоу. Ну, посмотрим. Всем привет, с вами DragonPC и сегодня я соберу для вас ком специально под игру Counter-Strike Global Offensive всего за 30 тысяч рублей. Я тут посчитал цены, и оказались не 30, а 40 тысяч, так что будем за такую цену собирать. Мы взяли материнскую плату ASRock H310CM DVS. Она обладает очень хорошим функционалом за сравнительно небольшую стоимость. Среди ее возможностей стоит отметить поддержку любых процессоров Intel 8 и 9 поколения, возможность установки вплоть до 32 гигабайт оперативной памяти, 4 порта SATA, 6 портов USB и наличие VGA и DVI разъемов для вывода изображения со встроенного в процессор видеоядра. Основой для нашего ПК стал процессор Intel Core i3-9100F. Это совсем не слабый камень с четырьмя полноценными ядрами. Его базовая частота составляет 3600 МГц, а частота в Turbo Boost 4200 МГц. Далее идут процессоры i3. Отныне аутсайдеры рынка процессоров, ведь это те же самые гиперпни, просто с AVX инструкциями. Тем и самыми, о которых князь кричит на стримах. А сейчас встречайте лидера в номинации «Самый бесполезный камень 2017 года». i3-7350K. Два ядра, четыре потока за почти 9000 рублей. Зато AVX инструкции, разблокированные множители, частота 4200 МГц в стоке. Видимо, чтобы в Крайзис и Сталкер Тень Чернобыля на ультрах гонять. Хотя, безусловно, найдутся индивиды, которые купят данный камень. Вот от этого идёт переплата. Поэтому лучше Pentium взять. Например, G5420. Оперативной памяти в нашей сборке будет 8 ГБ на частоте 2666 МГц. Один слот у нас останется пустым, поэтому в дальнейшем можно будет добавить ещё 8 ГБ, и всего получится 16. Ну а сейчас нам надо уложиться в бюджет. К тому же для большинства игр 8 ГБ оперативной памяти вполне достаточно. Оперативная память у нас от производителя Crucial, который зарекомендовал себя как надёжный. Процент брака у продуктов этой компании крайне невелик, а производительность за эти деньги более чем хорошая, поэтому мы смело можем рекомендовать именно такой вариант к покупке и выбрали его и для нашей сборки. Ну нахер. Походу, этот человек даже и не слышал о том, что такое двухканал. Ну ладно, а так память хороша, но лучше двумя плашками по 4 гектара брать. Брать наш ПК для CSGO мы будем сразу, поэтому расскажу сначала о корпусе. Очень важно, чтобы корпус был продуваемый, а также желательно иметь вентиляторы хотя бы на передний корпус, чтобы внутрь попадал холодный воздух для лучшего охлаждения всех компонентов компьютера. Ну и конечно всем хочется, чтобы его компьютер был красивый и радовал глаз. Наш выбор пал на прекрасный корпус-глайдер от компании AeroPool. Он имеет верхнее расположение блока питания, два вентилятора с подсветкой на фронтальной панели, а также боковую стенку из закаленного стекла, что отлично скажется на внешнем виде нашего компьютера. Валера доволен и счастлив. Молодец, взял продуваемый корпус. Надеюсь, что все остальное также будет хорошим. Но можно и взять. Например, MS-2BG. Ну а что по блоку питания? Мы возьмем на 500 Вт. Этого будет более чем достаточно для питания тех компонентов, что мы подобрали. Наш выбор пал на модель ZM500XE от компании ZALMA. Блок выполнен в черном цвете и будет отлично смотреться в нашем корпусе с прозрачной стенкой. Он спроектирован с применением всех современных технологий защиты и имеет вентилятор охлаждения размером 120 мм. Достаточно длинные провода позволят установить данный блок питания в любой корпус. Мне было удобно укладывать их, получилось довольно быстро и аккуратно. Установим наш блок и подключим всю систему. А также не запылать. Браво, по-мужски! Просто охуенно! Улебок! Вроде и не кцаз, но вроде и не норм БП. Тут уж есть кулер мастер Elite V3 на те же 500 Вт. В честную отдает 450 Вт и является неплохим решением для мощного компьютера. Теперь к накопителям. Хоть наша сборка и бюджетная, но без SSD накопителя сегодня тяжело представить современный компьютер. Никому не хочется, чтобы системы или программы грузились по несколько минут, поэтому добавим SSD минимального объема на 120 ГБ от фирмы Gigabyte со скоростью чтения до 500 МБ в секунду и скоростью записи до 380 МБ в секунду. На него мы установим систему. Накопителем будет обычный магнитный жесткий диск на 500 ГБ от компании Seagate 500 ГБ из серии Barracuda. Здесь будут храниться игры и файлы. Ну а главным компонентом любого игрового компьютера является видеокарта. Мы выбираем NVIDIA. Они производительней, а также процент брака у них значительно меньше, чем у конкурентов в лице AMD. Чтобы уложиться в бюджет, возьмем карту GTX 1650 Super от компании Polit в ее одновентиляторном исполнении. Ее характеристики вы можете видеть у себя на экране. По сути, эта карта является упрощенной версией GTX 1660, а не ускоренной 1650. Она должна быть гораздо быстрее своей младшей сестры, а стоит всего на 10 долларов больше. Звучит супер, не правда ли? Да я не рад. Я лучше возьму Amuda RX 570. Дешевле, но работает даже быстрее. Сами посмотрите тесты. В общем, что он выбрал правильно? Ничего, кроме корпуса. Да и то какой-то странный выпуск. Я думал, он сделает намного лучше. Поэтому 2 из 10 и дизлайк. Dragon PC, тщательно-притщательно пересмотри и комплектующие перед съемкой видео, или вообще туда не лезь. А с вами был Стик Ботман. Редактор субтитров А.Семкин